здравствуйте друзья мы продолжаем наши ответы на вопросы движемся приближаемся уже почти к городу сан-франциско и вот на этом замечательном пути светлана зачитывает вопрос зовут меня андрей мне 20 лет живу в беларуси в городе комеля живу с родителями братом мама работает врачом с неплохим окладом отец водитель живет отдельно от нас уже 10 лет навещали мы его первые годы а потом что-то не получалось и вовсе перестали к нему ездить брат студент медик первый курс последние 10 лет с нами живет отчим пенсионер руководитель коллектива народной песни слова сказать он ничего больше не умеет кроме как играть на баяне устраивать истерики тем самым напрягая общую атмосферу в семье у нас ничему не учил абсолютно только бесится если его что-то не устраивает но нам это в принципе не вредило потому что телосложение он не сильно больше пацана живи мы с отцом больше вы знали во всяком случае он хоть машинах разбирается учусь я на четвертом курсе технического университета по специальности технология машиностроения учусь мягко говоря на среднем уровне смысла в этом обучении многоточие все равно толком ничего по специальности не знаю а доучиться хочется только чтобы получить диплом если выгонят мама не простит мне этого говорит мол будет диплом а там на заводе научен на заводе первый раз только в конце третьего курса но какие могут выйти инженеры из людей которые цех со станками и рабочими видит первый раз за такое время обучения конечно можно сказать что аппетит приходит во время еды на тут ситуация другая желание учиться совсем нету просто бесполезная трата времени а потом еще и армия на ней чуть позже интересует совсем другая область черчения на компьютере иначе говорят драфтер но в этом направлении был только один предмет основы саппор все нравилось только вот заданий толком не было изучаем на домой эти программы по мере возможности и тут как раз нам предложили ехать московскую область поработать в дубном как раз работа с чертежами дубном да если не ехать то летняя практика пройдет тут а это два-три раз сходить на завод и взять задание для отчета все в такой расклад устраивает но не меня пристроили меня также по знакомству работать санитаром на скорой за две копейки приходить туда и ощущать это уныние однообразность этой работы просто невыносимо и я для себя решил что жить так просто нельзя работают на свильдшер работа без малого 15 лет и получает он не больше 200 долларов почему он тут до сих пор понятия не имея я конечно понимаю что обращаться к вам как психолога не вариант там нужна бесит от глазу на глаз просто хочу услышать ваше мнение ну так вот я себя чувствую так словно это не моя жизнь и вот я сейчас и вот сейчас возникают мысли о том что я просто либо кретин либо жалкий малолетка который еще просто не вырос такое чувство что вот если я переехал в другое место и стал жить по другому все было бы куда благополучнее но все те кому я об этом рассказываю не воспринимают меня всерьез говорят мол кому-то там нужен и тому подобные вещи я человек не сильно общительный поэтому найти единомышленника единомышленников не представляется возможным порой становится просто тошно от этой жизни которой я сейчас проживаю просто лезу на стену насчет армии пошли слухи о том что срочную службу у нас делают два года вместо полутора а это будет значит что после универа мы будем служить не года полтора я категорически не хочу туда идти это просто напросто бессмысленно что это бессмысленно бессмысленно так ну света у тебя есть заметки на полях если человек осознает то что он что-то делать неправильно это уже как бы очень хороший шаг потому что нам нужно уходить миша да да идем про я пока читают это уже очень хороший шаг это значит что возможно возможно не выхватит моральных духовных сил вот все-таки что-то сделать потому что как бы говори но вы существенно что он двигаю пытаются найти путь если бы он не пытался было бы совсем плохо да значит мы ничего про него не знаем кроме его мысли да что вот ему это не хочется это бессмысленно это бесполезно в этом просматривается некоторое такое знаешь как бы отрицание но он не нашел себя если по себя нашел вот у него появился луч света чем нам царстве ехать дубна и собственно говоря непонятно почему собственно не может этого сделать если это часть его учебного процесса да то есть как бы это это самый такой минимально доступный вариант чтобы что-то сделали но это маленький краткосрочный проект это не важно важно маленькие все усилие никто сразу не делает больших гигантских проектов все учатся на маленьких краткосрочных проектов приобретают некоторые навыки выживания как самому за собой ухаживать как приготовить пищу где постираться и тогда этот маленький проект может быть станет основой для чего-то большего впоследствии но безусловно это лучше чем просто от халтурится и все конечно вот и кроме того наверняка вот эта поездка в дубна 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 она как-то финансово наверное спроектирована да потому что если это студенческие проекты видно предполагается там какие-то на какие деньги жить мы не знаем если мы не знаем нет нет но я просто говорю что вот если так вот взять рубан из участка вот если я сейчас уеду куда-то вот он пишет все будет благополучно к ней но он же не в дубном на маленький проекте но дело все в том что и так вот рубан из плеча и поехать не в дубну а куда-то еще подальше тюмень и сказать что там будет все благополучно это одни не так потому что мальчик всегда жил дома с мамой с отчимом у него все было схвачено бытовые вопросы были решены не задумывался как ни странно но в нашей жизни очень большую часть занимает от решения типа но свет но может быть он когда-то станет взрослым если уйдет от этого я же тебе именно об этом и говорю да это поездка в эту дубну может стать очень хорошим стартом для того чтобы приобрести некоторые жизненные навыки которые подросли годятся возросли до который пригодился в другом месте и кроме того зовется новые знакомства может там приют люди работа из других университетов куда-то что-то как-то в общем какой-то кругозор получить кроме своего это правильно вырваться из такого мира маленького попасть мир большой это большой самостоятельно я не знаю собственно какие тут могут быть возражения почему все говорят кому-то там нужен если лечь идет о производственной практике просто мне нет о том кому ты нужен в широком смысле вот допустим он говорит у я вообще плюну на все уеду в минск уеду в москву и буду там жить работать если бы человек был более в америка а видно он все-таки не такой самостоятельный потому что он нигде кроме как с родителями не жил вот я уехала на родители 18 лет закончила школу и уехала из киева уехала в москву ну ты у сестры жила дело не в этом этаже живя у сестры казалось бы в это более такие условия домашние условия тем не менее мне приходилось тоже решать больше вопросов чем которые я решала на том уровне дома а потом я вообще какую комнату сняла себе вообще отдельно жила потом уже мы там вместе жили и тогда но вот это и есть школа жизни это и есть то как человек приспосабливается или того чтобы чему-то научиться уже просто начать это делать и если ты живешь с мамой и с папой никогда никуда не выезжала потом думаешь их рубанука из плеча поеду в новое место и у тебя никогда навыков не таких не было то есть еще большие шансы что что-то пойдет не так потому что не знаешь как нужно и не страшно светнул не так пойдет ну и чё можно ехать все равно на какое-то место где понятно и допустим ты едешь по специальности там ездить оппозиция понятно ты приезжаешь начинаешь на месте видишь москву я там найду работу пока ее нет но я найду а если первое время он там будет где-то посадом и это ничего страшного мы с тобой здесь разошлись немножко поездка в дубной я за хорошо это практика это вообще говорить не о чем это мелочь значит по крупному по крупному значит моя как бы реакция когда он сказал что ему нравится вот этот компьютер эйдет дизайн драфтинг да то есть он черчение ему нравится с помощью компьютерных там инструментов и вот этого там мало дело в том что черчение с помощью инструментов это работа такая техника это не работа инженера инженер безусловно владеет этими инструментами потому что он сам ну как мне сам он реализует свои технические решения с помощью софтура и сегодня инженер который хорошо пользуется там этим атака дам может произвести можно сделать в одиночку проект который раньше делали 20 человек наш сидели там карандашами еще страшно хорошо едем значит вот и это важный инструмент но но если ты хочешь инструмент сделать профессии то ты вместо инженера станешь чертежник и учиться в институте там пять лет чтобы потом быть чертежником это абсолютно неправильная идея ну ну как бы не солидно это 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 детство какое-то от меня нравится чертить но папа милу и но а инженером тоже неплохо бы я тебе вышло каждое дело в том что он учится на машиностроительной технологии и там наверняка есть какие-то машиностроительные черчения так конечно быть не чертежником дизайнером но он такой что ему нравится чертить но вот сегодня вот раньше люди стояли за кульманом да и чертили месяцами какие-то эти машиностроительные чертежи твоя мама чертила мы это видели да сегодня действительно все это делается на компьютере намного проще но большее значение приобретают именно навыки дизайна не просто навыки начертить тоже кто-то тебе сказал начертить а вот именно совместить профессии понимания того что ты делаешь с самим дизайном из чертения инженерная графика неважно карандашиком на кульмане или с помощью софтора на компьютере это все равно как бы навык дизайнерский если только ты не делаешь только черчить графтер это только черт правильно поэтому я я и говорю что и 30 лет назад и 50 когда человек с карандашом стоял у кульмана он все равно был дизайнером при этом инженером дальше он как и что-то воплощал там своих чертежах сейчас просто более эффективные способы документирования этих мыслей так вот мама ему говорит ты должен закончить институт обрати внимание как он какая у него мотивация интересная он говорит я не могу не закончить институт потому что мама мне не простит то есть он в общем такой немножко маленький такой он учится в институте не потому что он понимает что нужно иметь образование профессию и так далее ему как человека который вынужден находить в институт ему больше нравится там пощертить но это вы мне дают а вот допустим там мама говорит это уже существует большой картины он не видит зачем ему это надо это правда это правда на завод их не водят послушай ты говоришь завод но цвет вот я работал там да ты работала после окончания института разве мы до окончания института были на каком-то предприятии нашей индустрии на практику это входили в этот момент в производственном смысле безусловно но ничего не мешает молодому человеку вместо чтобы работать санитаром власти работают на этот завод допустим там вечером кем-то и не понять эту жизнь внутри тогда он хотя бы поймет ну а я думаю что ему надо пойти не к станку а при каждом заводе какое-то бюро есть конструкторская правда не там очень как-то подготовить к производству меня устроили по плату санитаром да но это не сама стрела на завод и блат не нужен мне кажется в этой в этой полосе и вы устроили по владу сделаешь это сам да вот как ты делаешь что-то сам ты набиваешь какие-то меня сзади подпирают я должен пропустить до набиваешь какие-то шишки ты чему-то на этом учишься и сам понимаешь хочу этим заниматься не хочу как ты это делаешь а когда тебя кто-то делает то они делают меру своего понимания и ты чувствуешь ты живешь не свою жизнь я бы тоже конечно его месте попытался куда-то пойти на производство и кабы завод но тоже еще раз завод не к станку а завод куда-то где такие причем например там трудно устроиться да но пока поскольку он живет дома у него нет никаких особых таких расходов можно сказать возьмите меня просто бесплатно я буду два месяца ходить каждый день может быть нельзя бесплатно у них можно у них там все можно но вопрос в том что сделай что-то сам да во-первых поезжай в дубно в дну дубно проведи там практику научишься жизни немножко пойди попытайся устроиться в локальное конструкторское бюро при заводе на сам завод там есть проектировочный какой-то на самом деле три месяца и у станка неплохо постоять по крайней мере у тебя появится ощущение того что ты знаешь зачем ты учишься в институте по крайней мере какие перспективы у тебя откроется после окончания этого заведения да потому что сегодня все что тебе говорят делать это как послушный мальчик это все делаешь мы поняли это все хорошо но это действительно не твоя профессия пару слов значит если у него нет аллергии на профессию какой-то что-то ему как катастрофически вот эта профессия ему не нравится значит если аллергии нет то профессия хорошая я бы так сказал это востребовано особенно если он таки таки дизайнером будет они чертежником и не но как бы не пассивным будет человеком в индустрии активным тоже будет создавать что стремится к чему-то вот таком это очень востребовано очень востребовано очень хорошо оплачивается это дает человеку международный уровень тоже может быть не так как скажем программирование да вот но все равно это это очень классно классная профессия кроме того что его волнует сейчас посмотрю вот там в конце то он же говорит я живу не свою жизнь я я делаю что-то он с ужасом смотрит как люди работают в этой скорой помощи или где он там в медицинском этом заведении он смотрит на завод и это это же он удивляется как там вообще это все происходит значит все это часть того или функция того результат того что он действительно сам не живет свою жизнь за него живет эта жизнь мама которая говорит ты будешь учиться вот тут кто-то его устраивает санитаром да и тоже за него как-то это все решилось он не тоже мечтаю быть санитаром мечтаю помогать людям есть люди которые работают санитарами ну наверное я так предполагаю никогда не сталкивался и может быть они понимают что они какую-то важную работу выполняют его брат который учится в медицинском институте для него как раз работать санитаром это очень далеки дала бы ему перспектива какой-то в своей профессии да вот я я скажу есть люди которые вот учатся на врача да и точно также жизни относится в как вот он есть такие врачи у даже уже и закончил вроде и диплом у него есть и даже работает гад понимаешь и ты к нему приходишь а он не свою жизнь живет вот он смотрится да да был пожар видно видны там заколочена доска и вот смотрите друзья видите дом там был пожар явно не так давно еще не закрасили не замазали да и это же живет не свою жизнь поэтому всегда когда тебе говорят ты будешь это ты будешь то ты будешь жить немножко не свою жизнь даже если ты хорошо зарабатываешь есть в америке такой термин это очень и очень распространенное явление midlife career change то есть когда люди в районе сороковника например успешные один адвокат другой врач 3 там я не знаю маркетолог и вдруг они раз все выкидывают черты матери и начинают все с нуля но это не будет ноль это уже состоявшиеся люди у них есть какое-то видение жизни там опыта это не будет вообще ноль но они меняют профессию занимались не своим делом жили не свою жизнь это настолько массово это настолько типично очень хорошо что он свои 20 лет об этом задумался повер гораздо хуже если бы он в 40 когда у него же дети когда у него ответственность когда он должен понимаешь какую-то ну какие-то ожидания он должен им соответствовать со стороны близких людей а вот он в 20 лет к этому пришел и это очень здорово потому что у него есть возможность найти себя но ты должен искать и не спрашивать маму и отчима и это созвучно той профессии которой он занимается то есть это часть этой профессии не даже просто чертись быть чертежник может быть ему вообще может быть ему вообще нравится работать с компьютером софт варом может быть он график дизайнер в душе понимаешь может может быть его призвание то график дизайнер на строительное черчение да да довольно таки самостоятельно область довольно таки серьезно там нужно много чего знать технически помимо не черчение свет но ничего не чертине временно понимать вот вот я помню что мама там чертила это все были сложными на можно было понимать о чем речь мое мама разрабатывала металлорезащее инструмента да там нужно было понятно не просто сидите и 4 качать и она заканчивалась танко инструментальный институт москве она была специалистом металлорежущего инструмента вот поэтому если вам в принципе нравится вот специальность дата можно в ней найти место именно и чертежа на ему еще не нравится пусть ему мама сказала он еще не понял но он живет не свою жизнь если бы он радует гугл машину вот так много 4 штуки вон таки покрашены ну не могу сказать это честно на google машинах сверху такой набалдашник есть эти какие-то еще нам я не знаю тут бог с ними вот и даже не знаю что сказать взрослеть надо это проблема проблема сейчас которые надо решать надо взрослеть и это как раз тот возраст когда люди взрослеют это неплохо я вот со многими людьми в америке например беседу когда пытался понять почему так стремятся молодые люди после окончания школы уехать куда-то вот например в наших краях очень принято уехать учиться в лос-анджелес например а в лос-анджелесе очень принято уехать учиться вот сюда например в университете беркли там чуть ли не половина студентов из лос-анджелес и вроде удобно на живешь с родителями удобно все и вдруг поехал куда-то да и люди которые вот тут живут давно и такой как у них братья сестры там то далее ты знаешь вот один у меня был дружбан мы работали вместе он говорит ты знаешь вот у меня сестра и брат и вот там сестра осталась дома с родителями такая домашняя девочка вот она учится в университете обратно уехал куда-то и вот они там через там пару лет встретились там все вместе собрались он будет небо и земля по уровню самостоятельности и в суждениях и адаптированности к жизни под просто взросление мы в наше время были практически лишены такой возможности потому что уехать куда-то это было сопряжено с какими-то нечеловеческими трудностями к сестре родной уехала светик важно важно уехала к родной сестре совсем не то же самое что допустим ты вот сейчас из москвы поехала бы там я не знаю в нижний тагил вот вот были бы приключения понимаешь иначе там через год уже отдельно желание все постепенно нормально 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 но просто пораж когда у тебя ну да у тебя родители давали деньги на то чтобы смять квартиру это все было сделано не так что рубанул с плеча уехал куда глаза блядят это было сделано все постепенно жизнь не предоставила возможность учиться каким-то жизненным навыкам постепенно смягченный вариант я просто к чему говорю в наше время если ты хотел куда-то уехать и у тебя не было родителей которые тебе могли оплатить там это 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 значит ты ехал ты жил в общежитии шел на какой-нибудь завод жил в общежитии где пьянство разврат там хрен знает что и но вот попадал в такую среду и но и даже студенческом и даже в студенческом общежитии тоже была масса таких не самых симпатичных тенденций это было слота с надрывом было все здесь ты можешь поехать в лос-анджелес взять работу снять квартирку и без всякого надрыва жить понимаешь поэтому может быть может быть вот парень он из гомеля да он был наш герой вот он из гомеля ну может быть из гомеля тоже нелегко сняться может быть родители ему не состояние оплатить человеческих условий там где-то вот а сам он пока не зарабатывает и для него это как бы непреодолимый такой ход но возможности по возможности первый шаг первый шаг состоит в том что не слушайте никого а поезжайте вот на эту практику в дубну и дальше будет видно . он про практику понял уже мы чем мы там практику но вот я хочу какой-то такой знаешь большой такой вектор ему дать не маленький такой тубна я согласен думаю наверное мы все ему сказали уже правда абсолютно первый шаг в том большом который его ждет потом и все-таки я присоединюсь к маме которая говорит что надо институт закончить он на четвертом курсе да он написал посмотри еще раз он по-моему написал что он на четвертом курсе безусловно надо закончить то есть я я в этом смысле с мамой на сто процентов и единственное что не мешало больше осмысленности получить в этом что сейчас у него как бы идет отрицание это чепуха это мне ничего не дает просто вообще так мало видели на своем жизненном пути он трудно представить где что может пригодиться конечно но надо довести взялся надо довести до конца дело хорошее еще пройдет много времени вы скажете как классно было как здорово было что я таки доучился а не бросил вот вообще бросить что-то по жизни это энергетически очень плохо то есть вы кусок энергии бросаете не происходит и возврат можно бросить если у тебя есть что-то более важное в жизни у него то нету он может просто бросить а заменить нечем билл гейтс бросил ну так он же microsoft создал он уже не мог научиться потому что уже microsoft у него был ну да да вам надо учиться конечно это правильно пока вас нет microsoft доучивать да ну чё пожелаем ему успехов он абсолютно нормальный парень не нет не то что он какой-то там как он там себя называет не помню всякими словами да совершенно нормальный абсолютно нормальный я сказал совершенно замечательный парень вот единственно чуть-чуть повзрослеть нормальный потому что эта проблема абсолютно если не у каждого то очень многих замечательный потому что задается вопросом понимаешь он он хочет он ищет это это и это есть самое главное на самом деле самое самое главное что-то мне не нравится эта машина справа так полоски узко друзья сан-франциско вот так вот узко полос на все ну и все тогда наверное мы с вами прощаемся до новых тем до новых вопросов кстати у нас сегодня как и всегда по субботам по пятницам у нас тут в это время в москве суббота 9 утра значит мы на по московскому времени значит у нас будет сегодня в 9 часов опять же значит прямая линия так что приходите а те кто наши видео увидит через месяц тоже приходите потому что вы встречались каждую субботу в 9 утра по московского времени до на нашем канале а у нас в это время будет 10 часов вечера в пятницу так что может сказать да дальше на трансляцию наш назвать шаббат шалом вот и приходите все значит на наше мероприятие счастливо